До последнего момента поклонников Кинотавра беспокоило несколько тревожных слухов. В свете кризисной ситуации поговаривали как о закрытии, так и о переезде кинофестиваля в Красную Поляну. Но лучше гор, может быть, только море, решили продюсеры и не изменили традициям. В 26-й раз красная дорожка Кинотавра развернулась на площади у Зимнего театра. Все по той же четверть вековой традиции посмотреть на всех участников кинопроцесса, актеров, режиссеров, сценаристов пришли сотни сочинцев и гостей курорта, для которых этот кинофестиваль стал самым главным культурным событием сезона. Участников поприветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов с супругой. В конкурсных лентах, из которых шесть дебютов, задействовано много молодых, талантливых и перспективных актеров. В фильмах же «Открытие и закрытие» играют самые известные и любимые зрителям артисты. Гармаш, Хаченкова, Миронов, Хаматова, Мерзликин. Приехала и старая гвардия кинематографа Юрий Стоянов в роли гостя, а вот Татьяна Догилева, вышедшая из затворничества в роли режиссера «Короткого метра». Одним словом, на дорожке можно было наблюдать целую россыпь звезд российского кино. Из-за многочисленных желающих сфотографировать и взять автограф у кумира на ковровой дорожке несколько раз создавалась пробка. Потрясающе, знаете, та же атмосфера, та же лестница, та же, это так удивительно, тот же Сочи, тот же зимний театр. После большого перерыва это производит очень большое впечатление. Шли годы, ничего не меняется, кроме моей фигуры. Очень меняется кино, и мне интересно, я смогу для себя зафиксировать, в чем эти перемены, понять. Надо как-то следить за этим, надо быть в курсе. Надо понять, что без тебя снимали. Я буду смотреть, надеюсь, конкурсную программу. Там очень много анонсированных, потенциально хороших режиссеров. Я думаю, что будет много хорошего кино в этом году. Из года в год. В самом зале «Зимнего гостей» приветствовал глава региона Вениамин Кондратьев, который также зачитал приветственный адрес президента страны и отметил, что формирование нравственного сознания россиян находится именно в руках участников кинотавра. Самое основное, что останется в памяти, как вы думаете, что впечатление. Вот я вам желаю из них самых ярких впечатлений от настоящего фестиваля. Ну что ж, с вами был. В течение этой недели жюри отсмотрит конкурсные фильмы, а жители и гости курорта каждый вечер на площади смогут оценить самые громкие премьеры прошлого года. Председатель жюри основной конкурсной программы 26-го кинотавра кинорежиссер Алексей Учитель. Постановщикам он пообещал быть добрым судьей. Главное, отметил он, чтобы от просмотра всем хотелось плакать, переживать и смеяться. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.